МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы «Автошкола-фаворит» С нами все дороги принадлежат вам! Здравствуйте! В эфире программа «Неделя спорта» в студии Наталья Зайцева. Уссурийская молодежка закончила домашние игры в этом году. Теперь хоккеистов «Тайфуна» на своем льду мы увидим лишь в январе. Тайфун «Серебряные львы» в активе приморской сборной не прибавилось. Битва в масштабах города, баскетболисты разыграли чемпионский титул. Удачный дебют, новички ворвались в чемпионат Уссурийска по волейболу. Все для победы, турнир по ММА, зрелище не для слабых духа. Место в сборной страны отвоевано. Павел Дрост вернулся с золотом чемпионата России. Начнем выпуск с ледового побоища. Уссурийская молодежка завершила игры дома в этом году. Заключительный бой «Тайфун» провел с питерской молодежкой «СКА Серебряные львы». В стартовом матче соперники практически не оставили шансов на победу приморцам. Поэтому последней надеждой для дебютантов лиги стала вторая игра. «СКА Серебряные львы» против «Тайфуна». Заключительный матч домашней серии приморцев в этом году прошел в ледовой арене Уссурийска. Соперники накануне провели сложные игры с другими командами. И у хоккеистов был всего день, чтобы восстановиться. В лучшей форме оказались львы. Они и открыли счет. За первую игру гости забросили пять шайб. В ответ львы получили лишь одну. На последней минуте отличился нападающий «Тайфуна» Владислав Лановенко. Помог ему Артем Чернов. 5-1 в пользу «СКА Серебряные львы». Провал был, потому что команде тяжело играть не было. Череда трамв. Мы играем в три состава. Подмен нет, замен нет никаких. Поэтому ребята болеют, травмированные. Во второй встрече стартовый отрезок остался за львами. Гости вновь открыли счет. Не особо показалось, что тяжелый гол был. Ребята все работали. Вот я открылся как-то. Получил передачу и хороший бросок сделал. Во втором периоде львы увеличили отрыв, но тут же посыпались атаки от хозяев. Илья Шуркалов распечатал ворота гостей. Спустя семь минут Владислав Лановенко сравнял счет. 2-2. Но к концу периода гости забили еще одну шайбу и вышли вперед. 3-2. На заключительный период тренеры «Тайфуна» поменяли вратаря вместо Юрия Грошева. На лед вышел Кирилл Калинин. С заменой вратаря мы почувствовали, что немножко Грошев неуверенно играет. Поговорили с ним. Но это ни в коем случае не говорит, что он слабо сыграл. Просто решили, что Калинин немножко сыграет поувереннее. Тренеры не прогадали. Несколько сложных атак смог отбить Калинин. В третьем отрезке ворота «Тайфуна» остались нетронутыми. Но победа оказалась за питерской молодежкой. 3-2. Не веди денег, сколько игр подряд. Ну и постоянно отыгрываться тяжело. Проще вести в счете. Вскоре «Тайфуну» предстоит дальневосточное дерби. 14 и 15 декабря приморская команда сыграет в Хабаровске. Это будет вторая встреча за сезон уссурийской молодежки и амурских тигров. С этим соперником «Тайфун» начал игры домашней серии. Тогда победы поделили поровну. Первый матч оставил за собой «Тайфун» 2-1. Во второй встрече преимущество было за «Тиграми» 6-2. В это время шел розыгрыш чемпионата города по баскетболу. Эти соревнования отличаются стабильностью участников. К окончанию игр стало ясно, что постоянность царит не только в турнирной таблице, но и в результатах игроков. Неизменные участники городского чемпионата по баскетболу – шестерка команд. Больше месяца игроки встречались у кольца. По круговой системе баскетболисты отыграли каждый с каждым. Среди участников были мужские сборные и представители студенчества. Мужчины были большие. С ними было очень сложно играть. А почему? Что именно там? Ребята более опытные или они более большие? Очень большие. Мастер нас довели. Если мужские составы в основном стабильны, то студенты ежегодно пополняют свои ряды. А в командной игре многое зависит именно от баскетболистов, которые давно вместе и чувствуют друг друга на паркете. Должна быть прежде всего сыгранность командой. И как-то привыкать к коллективу тоже надо. Далеко по очкам ушли парни филиала ДВФУ. Они и стали обладателями золота в этом году. Серебро у железнодорожников. И всего пара баллов отделила их от обладателей бронзы – команды «Интеравто». В продолжении игровой темы перейдем к волейболу. Завершились игры открытого кубка «Уссурийска». Сначала розыгрыш прошел между женскими составами. Следом на паркет заступили мужчины, которые продолжили борьбу за городской трофей. Девять волейбольных команд начали игры городского чемпионата. Противостояние у «Сетки» продлилось около месяца. После матчей в подгруппах определилась четверка сильнейших, которая разыграла медали между собой. В борьбе за третье место встретились сборная пятой армии и обновленный состав железнодорожного института. Если команда «Прим» и «ЖТ» регулярно тренировалась перед соревнованиями, то военные этим похвастаться не могли. Каждый день разные задачи поступают. Бывает где-то час-два, и мы стараемся его провести с целью использовать тренировки. Но так как мы с разных частей, у нас получается не очень. Каждая игра, и мы все по-разному играем. Команду студентов представили волейболисты, которые не один год играют вместе. Но сыгранность и сплоченность коллектива не помогла в матче против красивых здоровенных. Молодежи не хватило воли, чтобы подавить волнение в игре со старшими товарищами. Матч был очень тяжелым. Мы своим 99-м годом рождения играем против мужчин. Но мне казалось, что мы могли все-таки выиграть. Но чего-то не хватило. Будем на тренировку и дальше разбираться. Армейцы стали бронзовыми призерами турнира. Следом к сетке вышли претенденты на главный трофей соревнований – Кубок города. Против неоднократных победителей команды «Октопус» выступили дебютанты под названием «Легион». В этом году нас порадовали своим присутствием команда Михайловки. Села Михайловка приехала. Но так состав у нас всегда в принципе один. Единственное, наши основные игроки все разделились по разным командам. Те, чем турнир стал намного интереснее. Опыт взял свое. «Октопус» вновь на вершине пьедестала. «Легион» – вице-чемпион городских соревнований. В эти выходные городские команды вновь встретятся у сетки. На этот раз волейболисты разыграют Кубок председателя Думы. Игры пройдут 10 и 11 декабря в спорткомплексе «Локомотив». Начало матчей в 10 утра. На Кубке города отыграли и женские составы. Первое место очередной год подряд занимает команда «Грация». Серебро у студенток Сельхозакадемии. И бронза впервые. У воспитанников Владимира Лукашенко команды ДЮС США. Впереди короткая реклама, а затем увидим зрелищные схватки бойцов смешанных единоборств. И путь к победе уссурийского каратиста. Не переключайте. Бойцы смешанных единоборств Риморья сошлись в ринге. Открытые чемпионаты первенства Уссурийска стали местом встречи. Хозяев на этом турнире представляли несколько городских клубов, которые в основном и составили турнирную таблицу. Гостями стали Владивостокские бойцы и поселка Сибирцево. Открытые чемпионаты первенства города по смешанным единоборствам прошли в Уссурийске. Около 50 бойцов встретились в ринге. Соревнования вышли домашними в прямом смысле. В основном местные клубы составили файт-карт. Такая расстановка сил сразу предполагала, что в ринге могли встретиться одноклубники. Некоторые, конечно же, предпочитают со своими не драться. На самом деле, мы вышли в ринг, значит, надо показывать бой. Я всем своим, по крайней мере, воспитанникам говорю, вышли, давайте будем показывать бой. Потому что бывают такие случаи, да, то есть зрители пришли на вас смотреть, вы все-таки представляете вид спорта. И поэтому нужно вести поединок, независимо от того, там, друг твой, брат, сват. Дебют в соревнованиях был у Руслана Вагидова. Боец клуба «Черкес» недавно перешел в смешанное единоборство. Небольшой опыт спортсмен компенсировал большим стремлением к победе. И поэтому уверенно стал набирать очки в начале схватки. Но в заключительном отрезке на поведении в ринге сказалась усталость. Руслан потерял инициативу. Победить помогли очки, набранные в начале боя. Бой был нетрудный, я скажу, был легкий такой. Противник хороший оказался. Подвела только отдыхалка под последние раунды уже. Сил не было контролировать бой под второй раунд. Концовку, да, он забрал. Так-то бой был хороший. Турнирную таблицу составили мужчины и старшие юноши 16-17 лет. Молодых парней были ограничения в арсенале приемов. Запреты необходимы, чтобы ограничить травматизм в схватке молодых и горячих бойцов, которые готовы идти до конца для победы. Это спорт, который закаляет в себе и силу воли, и проявляет характер. Ну, все те качества бойцовские присущи этому виду спорта. Перед боем главный настрой. Верная мотивация – половина победы. Дальше парни действовали по установке тренера, который с угла ринга подсказывал выгодные приемы. Главное – захотеть, подраться, разогреться. Сначала, когда смотришь на бой, можно сломаться. Но нужно ломаться, нужно стоять до конца и бить. Данил Сабадош среди бойцов не новичок. Уже в четвертый раз участвовал в соревнованиях. Но предыдущие бои не приносили желанного результата, поэтому большие ставки парень делал. На этот раз и не прогадал. С четвертой попытки победа оказалась у него. Нужно волнение преодолеть свое. Остальное даст тренер. В командном зачете лучший результат показали бойцы клуба «Мужество». Серебро у команды Тэквондолэнда. Тройку призеров замкнули спортсмены объединения «Черкес». Павел Дрозд стал чемпионом России по карате. Воспитанник Игорь Иванова вернулся из Пензы, где в этом году проходил отбор на европейское первенство. В прошлом году такой же результат на свой счет записал родной брат Павла Александр Дрозд. Теперь в семье два чемпиона страны. Уссурийский каратист Павел Дрозд в этом году представил уссурийск на первенстве страны. Паша провел пять схваток, но дольше длилось ожидание. Первого поединка каратист ждал 12 часов с начала соревнований. Но уссурийц не перегорел и пошел к намеченной цели. Отбор начался с каратистом из Брянской области. Паша сразу контролировал ход боя. Противнику не удалось проявить себя. 4-0 победа Дрозда. Второй поединок наш боец провел с хозяином татами. Каратист из Пензы оказался не таким простым. Паша начал работать комбинированной техникой и держал оборону, не зарабатывая баллы. Уссурийц пропустил удар и оказался в догоняющих. И только за семь секунд до конца схватки нашему каратисту удалось провести точно удар. Ногой в голову. 3-1 Паша вышел в дальнейший круг. К третьему бою Павел Дрозд осознал дорогую цену за ошибки. Действовать стал осторожным. Схватка закончилась с равным счетом. В таких случаях все в руках судейской коллегии, которые голосованием решали исход поединка. И свое предпочтение судьи отдали уссурийцу. Полуфинальный бой оказался самым сложным в череде поединков. На первых секундах Дрозд заработал балл. Но соперник успел сравнять счет и даже перегнать Павла. За 10 секунд до окончания схватки наш каратист уступал 1-3. Но установка тренера работать до последней секунды сработала. Несколько точных ударов вывели уссурийца в лидеры. За счетом 7-3 Паша открыл себе дорогу в финал. Решающий бой прошел между уссурийцем и бойцом из Тверской области. На первых секундах Паша нанес удар. Но вместо оценки получил предупреждение за превышение контакта. Дрозд не упускал инициативу. Поединок шел под его диктовку. Правда, судьи не торопились оценивать действия уссурийца. За 14 секунд до окончания финала Паша не оставил им права на сомнения. Удар ногой в голову стал победным. Павел Дрозд попал в сборную страны. В январе спадсмена ждут сборы. В феврале команда России вылетит в Болгарию, где пройдет первенство Европы по каратэ в 2017 году. От мужественных видов спорта перейдем к изящным. Танцоры привезли медали краевого турнира. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Фортуна Дэнс» представили город в нескольких категориях. Среди детей и юниоров. Против 12 уссурийских пар кружили на паркете 90 конкурентов. Краевые соревнования «Золотая осень» прошли в городе Артеме. 100 пар кружили на паркете. Среди юниоров Егор Серебряков и Татьяна Василенко. Копилку клуба пополнили золотом и серебром в западноевропейской программе и латиноамериканской. Егор Комаров и Маргарита Жалнерова блеснули серебром и бронзой в обеих видах. У Павла Кима и Ксении Анн лишь одна медаль. Пара стала третьей в латиноамериканской программе. Евгений Кашин и Виктория Витошкина замкнули также тройку призеров, но в двух видах в латине и стандарте. Андрей Кравченко и Вилета Артеменко – вице-чемпионы в динамичных танцах. У детей оценивались выступления в отдельных танцах, поэтому у уссурицев было больше шансов заработать медали. Так Иван Брацунов и Ника Шишкина вернулись домой сразу с тремя медалями высшего достоинства – одним серебром и бронзой. Артем Крючков в паре с Дарьей Сюлиной заняли первые и вторые места. Илья Матвеев и Екатерина Романова пополнили копилку золота. Михаил Войнаривский и Софья Юдина оказались вице-чемпионами в школе вольного танца. А Кирилл Крючко и Валерия Олегай повторили результат своих товарищей и также вернулись домой серебром. Подвели итоги спортивной недели. Новый выпуск смотрите в следующую пятницу в 20.00 на нашем канале. Далее вас ждет итоговая программа новостей. Не переключайте, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин